я должен нажать продолжить или нет прекрасно здравствуйте уважаемые дамы и господа сегодня очередной 86 занятие нашего замечательного курса в котором мы разбираем классические тексты текста нах и иногда молитв с точки зрения иврита еврейской грамматики запаса слов и так далее вчера мы послушали недельную главу под названием хукат год назад мы в этой главе взяли последний параграф 21 вот просто он был интереснее с точки зрения именно языка но сегодня мы возьмем 19 параграф 19 который дал название все недельной главе и я возобновляю значит такую традицию что в дополнение к недельной главе главе торы мы разбираем еще немножко из молитв я вот сообразил что давно пора вам дать разбор молитвы после еды застольной молитвы беркат амазон и вот первую часть первое благословение мы я надеюсь сегодня успеем пройти пожалуйста прошу предупредить меня минут за 10 хотя бы до конца нашего времени чтобы я согласил переключиться если вдруг такого не произойдет файлы с текстом главы и словарем а также файл беркат амазон я поставил нашу группу telegram и вот сейчас на чате есть словарь и давайте давайте с вами начнем разбирать текст нашего параграфа здравствуйте здравствуйте все кого я вижу а также не вижу ага вот да 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 есть по моему есть новые лица очень рад значит если кто-то из сегодня присутствующих пришел первый раз пожалуйста я прошу в конце нашего занятия включить микрофон и сказать несколько слов что вы что вы получили из сегодняшнего занятия что вы рассчитывали получить и чем я мог бы быть полезен вам последующих занятиях так на данный момент вы видите видите меня да так а вот прошлый раз была аналогичная ситуация натан я включаю я нажимаю демонстрацию экрана у меня вылезает выбор словарь мне нужно виктория спасибо большое откройте пожалуйста другой файл мне нужен не словарь от текст текст который мы будем читать он называется 20 хукат да спасибо маленькая техническая навязка а почему таком ужасном виде а нажмите о microsoft виктория нашли у вас там он у вас помни борде открыто нажмите там есть кнопка открытия ворда сейчас буду пробовать к сожалению человек зависим техники и с каждым поколением становится зависимость все более непреодолимой увеличить пожалуйста картинку возможно на самом деле как у себя делать но сейчас и так видно и так сказал бог моисе верону следующее вот это слово хукат которое название нашей недельной главе вот он здесь появляется а может отключить 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 участника у него микрофон включен и да 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 пожалуйста окей у меня так конечно это однокоренное со словом хок хок закон но подчеркивается что есть хуким мишпатим и что кажется эдует значит отличие хуким в том что они иррациональны их невозможно понять логически но это не значит что мы не должны пытаться их понять логически просто наше понимание априори априори ущербно слово хука ивритское означает еще и конституцию головной закон так вот зод хукат атора и действительно закон который нам нами сейчас будет разбираем это классический пример хока то есть вещи не поддающиеся логическому мышлению и даже абсолютно над логическим над логический закон так вот ашер цива га шем леймор который заповедал всевышний подчеркнуто что мы делаем так не потому что мы понимаем и согласны а потому что так верял всевышний но это относится ко всем законам в том числе и тем которые как мы считаем мы понимаем известно что даже мудрейший из мудрых царь Соломон говорил про эту заповедь что она не подвластна мне Соломона мы еще с вами вспомним сегодня так вот Дабер Эльб Нейсраэль говорит Садам Израиля Ваикху и Вазимут Эйлеха тебе Фара Адума слово пара это корова Адума буквально красная мы знаем что речь идет о телке ярко-рыжего цвета не просто без пятен но и два волоска другого цвета рядом делают эту корову не подходящей темима слово тамим означает цельная цельная без порока то бишь не имеющая какого-то физического недостатка ашер эйнба мум мум это и есть порок да вот детализируется так что там за пороки незадолго до этого говорилось какие животные не подходят для жертвоприношений что делает животное некошерным и здесь поэтому нет перечисления ашер ло ала алейха оль которая не взошел на нее ярмо слово оль ярмо означает такую штуковину которую надевают на шею быку или корове с тем чтобы силу животного использовать в полезных целях то есть сил у быка не прибавится от того что на него наденут этот оль но если бык предоставлен сам себе то скорее всего он эту силу израсходует деструктивно он что-то разрушит а вот именно оль помогает ему выполнять свою миссию миссию которая нужна человеку которая задана свыше для быка человек это свыше аналогично и для еврея оль это законы торы поэтому слово шма первое слово символа символа веров фактически слушай Израиль бог един состоит из букв шин мем аин то есть первых букв слов оль малхут шаммай ярмо или иго царства небесного то есть когда еврей принимает на себя исполнение законов торы то свою энергию свой творческий потенциал который дается ему всевышним он использует именно с той целью с какой всевышний ему и дал эти силы так итак итак слово оль уне татем ота и дайте ее буквально эль азара коэн коэну элазару интересно что Аарон в то время был жив но верено дать эту телку именно его сыну элазару а не ему самому возможно одно из мнений потому что Аарон участвовал хоть и пассивно хоть и вне своего желания в грехе золотого тельца искупить который должна была в частности вот эта красная корова тут есть много аналогий но есть споры у комментаторов дальнейших о последующих поколениях действительно вот эту миссию поручали всегда не главному коэну а его а следующему за ним или сам коэн мог принять в этом участие вот консенсуса не добились так вот передать эту корову коэну элазару в гоци ота и выведет ее эль ми хуцла махане во вне станова шахат ота и зарежет ее лефанав перед ним то есть буквально перед ним да в элаках элазара кухен возьмет коэну лазар мидама из крови ее бээцба о пальцем своим вегиза что означает покропит эль нохах означает в направлении пней огальмоэт то есть шатра собрание мидама из крови этой токи шэва памим сим раз вэсараф это пара и сажжет тушу этой коровы лээйнав пред глазами его эт аура слово аур через ай назначает шкура кожа вээт бессара и мясо ее вээт дома и кровь ее аль пир спирша и са и с ров пирша переш это извините отходы это кал который находится внутри очевидно этой коровы и возьмет коэн эц эрез дерева кедра вэ айзов слово айзов означает низенькую травку есть два мнения что это такое оба они отражены у нас в твари либо это майоран то что мы знаем под именем душица это травка для пиццы это низенький кустарничек который в общем-то имеет все все атрибуты растения даже дерево вот как у дерева есть ветки так у него основного стебля отходят листочки да либо второе мнение это плющ так я скажу пару слов по поводу этого слова почему нам важны оба эти значения есть цитата из книги Мишлей которую вы можете посмотреть в файле словаря или у себя на чате о том что мудрейший из мудрых царь Соломон говорил как с мудрыми так и с глупыми и с растениями и вот там вот перечислено от кедра до вот этого эйзова до плюща если слово эйзов означает маленькую низенькую травку а по-русски называется еще Иссоп да вот то значит он находил о чем говорить не только с мудрыми людьми но и с самыми простыми людьми но если мы поймем этот эйзов как плющ то вот ну мне так показалось что может быть здесь подчеркнуто что хотя сам плющ слаб и невелик но он использует кедр как опору и может взоблаться по нему наверх и даже пустить в победе выше вершины этого кедра так и в общем-то незначительный человек который сам по себе мало чего добился бы в жизни стоя на плечах великих может что-то добавить к их достижениям ну вот такая мысль мне когда-то в голову пришла так эрес эйзов дальше у-шэни-то-ла-ат слово то-ла-ат означает червячок гусеница а-шэни-то-ла-ат это конкретный червяк кошенильный из которого вырабатывали красную краску мы встречаем его название в книге шмот когда вы считаете материалы для изготовления шатра вот и здесь имеется ввиду вот такой червячок интересно что в настоящее время кондитерская красная краска краситель добывается по-прежнему из этого кошенильного червя но к сожалению он сам не кошерный он имеет вид его очень легко перепутать с растением но на самом деле это живое существо и более того не кошерное поэтому иногда конфеты особенно значит с использованием красного красителя да могут быть не кошерные только из-за добавки вот этого шенитолад но здесь речь не идет об использовании в пищу спасибо Анна вы уверены что кармин это именно кошениль да ну что же я знаю да 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 мы все время проверяли тоже что кушать что не кушать мы проверяли вот этот кармин это именно кошениль то есть он просто из насекомых значит не горит в пищу понятно да ну буду использовать спасибо так читаем дальше и бросить буквально вовнутрь зажигания или костра зажигания вот этой коровы туши коровы шалах корень шин ламет хав созвучен шалах шин ламет хет но первое означает буквально бросить выбросить а второе послать отослать от корня с буквой хет которые мы видим вот здесь да происходит название ташлих это процедура в роша шина так и значит вот эти компоненты то есть веточку кедра травку эйзов и вот этого червячка нужно бросить в костер в котором сжигают ртушку коровы и промоет одежды священнослужители и вымоет плоть тело в воде во ахар яво эль хамахане и после этого войдет в стан бета мега коген ад арыф и этот коген нечист до вечера он получает нечистоту несмотря на то что он участвовал в изготовлении снадобья которое наоборот очищает вот как бы один из примеров нелогичности явной нелогичности этого закона в данном случае асур это использование глаголов в качестве существительного то есть тот кто сжигает ота ее корову тоже он должен прополоскать свои одежды в воде и должен омыться в воде и нечисто вечером и соберет человек чистый то есть находящийся в состоянии чистоты пепел коровы в гениях нехуд сламах они положат вне стан обамаком тагор вместо чистые в гайта ла адаб бны Исраэль и будят общине сынов Израэля ламешмерет для хранения лэмэй нида для воды очистительной слово нида используется здесь не в значении женщина отринутая от супруга в определенные дни а именно как очищение посмотрите пожалуйста мне сейчас трудно переключаться в словаре мэйнида что означает и подвиньте текст подвиньте текст дальше так да примерно так хатат ги слово хатат конечно же от слова хэт но имеется ввиду не грех а очищение от греха это грехо очистительное веки без а осев от эфер апара и ополоснет тот кто сжигал кто извините тот кто собирал осев собирай собирающий собирающий пепел коровы от бегадав одежды своей вэтаме от ары и нечист до вечера вегайта ливна Исраэль и будет для сынов Израиля и для пришельца который живет среди них законом вечным снова слово хок в чем же заключается этот закон тот кто прикоснется к мертвому из всех душ человеческих и нечист 7 дней он очистится здесь снова использование корня хэт для значения очистится он очистит его в день 3 и в день 7 очистится но если он не очистится в день 3 в день 7 не очистится каждый кто прикоснется к мертвому ба нефеш аадам из душ человеческих ашер иямут который умрет вело и не очистится «Он оскверняет обиталище Всевышнего». И отрубится, и будет отделена душа эта от Израиля. «Ибо воды очищения не побрызгали, не бросили буквально на него. Будет он нечист, нечистота его в нем. Вот учение человека, если умрет он в шатре. Если человек умирает в шатре, то все, кто находится с ним под одной крышей, получают нечистоту. «Коль габа эль гаогель, каждый, кто войдет в шатер, вихоля шер беогель, каждый, кто в шатре, ейтма, шиват, ямим, получает нечистоту на семь дней. Будет считаться нечистым семь дней. Естественно, если он очистится должным образом, если же нет, то он будет оставаться в нечистоте от мертвого тела до бесконечности. Что и происходит, к сожалению, сейчас ввиду отсутствия возможности вот так очиститься. Да, потому что нет храма, потому что нет чистоты, нет красной коровы, все мы находимся в состоянии ритуальной нечистоты, потому что она передается от одного к другому, и оберечься от нее невозможно». Что такое цамид? Одно из значений – это браслет, надеваемый на руку, а слово цамуд означает плотно прилегающий, облегающий. Слово «птиль» от него, наверное, происходит русское «фитиль». Это шнур, это нитка. Где мы встречаем чаще всего это слово, кто мне скажет? – Третья часть шма. – Спасибо, Анна. – Конечно, венат ну альцицит, а канав птил тхелет. Нить, окрашенную тхелет, краской тхелет, цвета тхелет, это из третьей части шма, сказала Анна, на которой никоим образом не распространяется заповедь носить цицит. И даже заповедь читать шма. Ну, я надеюсь, что и другие тоже вспомнили, просто Анна нам подсказала первое. Так, «тамэ гу он нечист». Имеется в виду, если сосуд плотно закрыт, то есть закрыт сверху чем-то, например, куском шкуры, и обвязан, обтянут с помощью птил, да, наверное, это же относится и к резиночке, может быть, это относится и к крышке плотно прилегающей, например, закатанной консервы. Так, вот, если сосуд был открыт или закрыт, но не плотно, просто прикрыт сверху, да, то все, что в нем и сам сосуд, да, становится нечистыми. И каждый, кто прикоснется, на поле, то есть не под крышей. Ба халаль, слово халаль означает умерший, убитый, халал херев, убитый мечом, то есть павший в битве, в войне. Оба мэт или просто человек умер и находится под открытым небом его тела. Оба эцем адам или кость человеческая, да, кость человека, начиная с определенного объема, очень небольшого объема, оскверняет, переносит нечистоту. О, б, кевер. Кевер – это могила. Итма – он становится нечистым. Шиват ямим – семь дней. Велакху латаме. И возьмут для вот этого нечистого. Ме афар срэфат хатат. Из пепла сжигания вот этой жертвы грехоочистительной. Венатана лавмаим хаим. И дадут на него воды живой, воды родниковой имеется в виду, эль кели в сосуде. Передвигайте текст, пожалуйста, ютхет и дальше. Еще, еще немножко. Да, 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 вот так, чтобы… Нет, это лишнее, потому что я здесь ютхет не вижу. Вот так, да, да, да. Велаках эзов. И возьмет он вот этот эзов, тот же самый, да. Ве тавальба маим и обмакнет вот в этой воде. Имеется в виду уже, конечно, другую веточку, не ту, которая была сожжена. Да, да. Вот. А возьмет он, наверное, как кисточку. Почему? Иштагор возьмет этот человек чистый. Ве гиза аль га огель. И побрызгает на шкатер. Ве аль коль га кей лав. И на все сосуды, вообще имеется в виду все предметы, которые в этом шкатке, которые тоже получили нечистоту. Ве аль га не фашот. И на души, то есть на людей. Ашер га юшам, которые были там. Ве аль га ноге яба эцем. И на того, кто дотронулся до кости о ба халаль или труп. Или дотронулся до трупа. О ба мед или дотронулся до умершего. О бе кавер или дотронулся до могилы. Ве гиза ата гор аль ата ме. И побрызгает чистый на нечистого. Ба йом га ашвияи в день, извините, ба йом ашлиши в день третий. У ба йом ашвиии и в день седьмой. Ве хит о ба йом ашвиии и очистит его в день седьмой. Ве хебес в гадав и постирает одежды его. Ве рахац ба майин и ополоснется в воде. Ве тагер ба арев и вечером чист. А человек, который осквернился, вы ло и тхата и не очистился. В них ретаны вешаги митох акахал. Истребится душа эта из общества. Ки эт мигдаш ашем таме. Ибо обиталище, святилище Бога, он оскверняет. Воды очищения не были брошены, не были покраплены на него. Ве хайта ла хем лехукат улам. И будет вам это законом вечным. И тот, кто побрызгает водой очищения, и хебес в гадав, постирает одежды свои. И тот, кто притронется к воде очищения, будет не чист до вечера. Последние строчки, пожалуйста, мне выведите на экран. Да, вот оно, спасибо. Вы видите абсолютную нелогичность этого закона. И последняя фраза кавбет. И каждый, кто коснется его, нечистого, будет нечист. Человек, то есть душа, имеется в виду человек, прикоснувшийся. Атма будет не чист до вечера. Вот текст 19-го параграфа нашей главы. У нас осталось немного времени. Давайте попробуем разобрать Беркат Амазон. Я сейчас попробую все-таки сам вывести файл. Давайте сделаем вот что. Я очень надеюсь, что я рассказываю не в пустоту. И то, что вот сейчас я рассказываю, будет иметь более важное практическое значение. Практическое. Если человек по какой-то причине считает, что он не способен читать Беркат Амазон, после этого разбора, может быть, изменит свое мнение. И поэтому я прошу тот, у кого есть Сидур, пожалуйста, пожалуйста, откройте его на Беркат Амазон. Тот, у кого Сидур не под рукой, я поставлю сейчас ссылки на наш чат. Ссылок на самом деле много. Вот здесь две из них. Откройте любую, чтобы получить текст Беркат Амазон. Я собираюсь, глядя на мой текст, текст, который я приготовил, этот файл есть у нас в нашей группе в Телеграм, рассказывать вам, что тут происходит. Я не знаю, почему-то вот не получается. Я попробую еще раз. Вдруг чудо. Нет, нет, нет. У меня пока что не получается вам делать демонстрацию экрана. Поэтому я гляжу на текст, который передо мной на экране моего компьютера, а вы глядите в текст, который есть у вас. Итак, самая главная часть Беркат Амазон – это первое благословение. Перед этим идут какие-то песуки, перед этим идет текст приглашения к совместному чтению Беркат Амазон. Но мы выбираем самый абзац, который начинается с слова «барух». И вот его мы сейчас попробуем разобрать. Итак, читаю первую фразу. «Барух» – это фраза, с которой начинаются «все благословения». Слово «биркат» – это слово «браха благословения». Беркат Амазон, я немножко забегаю вперед, четыре благословения. Но если человек читает первое из них, считается, что он исполнил свою обязанность, благословить Всевышнего за пищу, которая пошла ему на пользу. Вот, значит, смотрим этот первый абзац. И вот после этих слов «баруха Таашемеду кейну мэна хаулам» «Благословен ты, бог Всесильный наш, царь мира». Дальше идет текст «газан эт аолама кулобетуво». Я должен вас предупредить, что тексты «биркат Амазон» для разных седуров, для разных нусахов могут отличаться. Две основные разновидности – это ашкеназский и восточный, эдот амизрах. Седур, который называется «нусах сфарад», подчеркиваю, не сфарадим, а именно сфарад, так называемый хаситский седур. В нем отличие вообще всего «биркат Амазон» от «нусах ашкеназ» только в одной фразе. Эту фразу мы с вами увидим, она как раз входит в первые отрывы, которые мы сегодня разбираем. А вот текст «биркат Амазон» для «эдот амизрах», для общин восточных, он отличается довольно сильно. Мы разбирать будем вот такой вариант. Вариант для ашкеназов, точнее, точнее для хаситского «нусаха сфарад». Итак, «газан» – слово «газан», от слова «гезин» – «легазин», «кормить», «питать», «давать пропитание», «давать пищу». Так вот, благословенности вышли, «газан» – «газан» – «газан» – «питающий мир». Слово «олам», которое мы обычно перевозим как «мир», да, в данном случае оно имеет такое значение, но вобще-то изначально «олам» – это имеется в виду бесконечность во времени, а не в пространстве. Это скорее вечность, чем вселенная. Но иногда используется и в значении пространственном. Итак, Всевышний питает весь мир «куло». «Куло» – от слова «коль» – все. Он питает весь мир. «Бе-ту-во». «Ту-во», конечно же, от слова «тов». «Тов» – это добро, «бе-ту-во» – это добром его, то есть тем хорошим, что есть у него. Дальше идут три слова, которые очень часто в молитвах встречаются вот такой группы, группе «бе-хэн», «бе-хэсэд-у-ве-рахамми». Переводы тут, возможно, совершенно различные. Например, «милостью», «добром» и «милосердием». Обратите внимание, что «бе» – это не только «в» внутри чего-то, но еще и «утем чего-то», «творительной поддержки». Что такое «хэн»? – прелесть, миловидность. Что такое «хэсэд»? – милость, благодеяние. Что такое «рахамим»? – жалость, милосердие. Тот, кто немножко слышал «идишь», наверняка вспомнит слово «рахманут», «рахмонес», «рахмонес». «Об афмир рахмонес». Или, например, «об рахмонес», «пожалей», «смилуйся». В чем разница между тремя этими понятиями время позволяет? Я вам немножко расскажу из одного весьма интересного комментария. Вот есть некий человек, который очень старается исполнить все, что он может исполнить. Вот он встает рано утром, сразу же вскативает, бежит делать омовение рук, читает благословения, идет в синагогу, молится там у миньяни, приходит, значит, домой позавтракать, бежит на работу, старается изучать Тору. В общем, живет полной жизнью. И Всевышний в милости к нему, поскольку он нравится Всевышнему, он исполняет свои обязанности, да, дает ему пропитание. А вот его сосед, его сосед старается, конечно, тоже старается исполнить заповедь, а как же так, но сегодня он проснулся позже времени, не сразу встал, еще немножко полежал, понежился в постели, пропустил молитву в синагоге, помолился дома, да, и, ну, не столь старательный. Тем не менее, Всевышний милосерден к нему и тоже дает ему пропитание. А вот еще один человек, который вообще встал сегодня к полудню, никакую молитву не прочитал, потому что не умеет, да, позавтракал, что попалось под руку, ни о каком изучении Торы вообще и речи не было, тем не менее, Всевышний в величайшей милосердии своей, в величайшем милосердии своем, да, в жалости ему тоже дает пропитание. Это называется берахамин. Вот такие три градации, вот такой, такой комментарий я слышал. Итак, он дает хлеб, здесь имеется в виду не мясо, а плоть, то есть всему живому, всему сделанному из плоти, из мяса, да, он дает хлеб, имеется в виду пищу, всему, всякой плоти. Килле олам хаздо. Вот здесь слово ле олам уже имеет значение вечность, потому что вечна, вечно милость его. Хаздо – это хесед шелло. Вечно милость его. Ува ту во хагадоль и в добре своем, в милосердии своем, в милости своей словотов. В великой хагадоль, тамид всегда ло хасар лану. Слово хасар имеет значение чего-то недоставать, чего-то не хватать. Ло хасар лану – это значит не имелось у нас недостатка. Слово стоит в прошедшем времени, то есть не было такого, чтобы у нас не хватало самого необходимого. В великой хасар лану – и не будет не хватать тот же корень. Хет самих раиш – стоит в будущем времени, не будет у нас нехватки. Мазон – это питание, пропитание. Биркат амазон – вот оно, это слово, да, его слово хазан – питающий. Томид – всегда, иногда это слово стоит, иногда нет. Ляулам ваэд – вот это выражение ляулам ваэд – во веки веков. Баавур – это ради, во имя. Шемо – это имя его, хагадоль великое, то есть ради имени его великого. Ки – потому что гу – он, эль – бог, зан – питающий. Вот оно, азан. Умэ фарнес – что такое парноса? Достаточно. Да, достаточно. Заработок, заработок. Да, 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 верно. Есть иногда такая должность, называется парнас, да, это человек, который дает, обеспечивает, ну, например, обед на сегодняшний день или стипендию для изучающих тору вот в данном колеле на целую неделю. Парнас. Парнас – каила, тот, кто обеспечивает своими деньгами всю общину. Умэ фарнес лаколь, и мы говорим это Всевышним, он дает пропитание всему. Умэ тив лаколь, от слова тов, и делает добро всему. Умэ хин мазон, и приготовляет пищу. Лэ холь бри йотав. Всем, всем, всем своим созданием. Лэ холь бри йот, бри я – это создание, да. А шер бара, который он создал, слово бара, это второе слово, которое решит бара элуким, означает оно, создать из ничего. Мы не представляем себе, как это, но ко всемышнему этот глагол применим. Теперь идет цитата из Таилим. Кто скажет номер Таилим? Я скажу. 147, нет? 145. Пятый Ашрей, да, верно. Ашрей Йошевритеха. Мы читаем его трижды в день, два раза в Шахрит, один раз в Минха. Да, вот, и он построен акростихом, и вот тот, кто читает на иврите, не понимая слов, должен хотя бы понимать в нем именно вот эту фразу. 145 Таилим, да. После него идут последние пять Таилим из 150 Таилим книги псалмов, и тут они подряд, так? Вот, значит, мы сейчас с вами разберем. Каамур, как сказано, как сказано, Поптеях эт ядеха открывает руку твою, да, или ты открываешь руку твою. Это наше обращение, точнее, обращение царя Давида. Повторяем его слова. Ко Всевышнему. Умас бия и насыщает лехоль хай всякому живому рацион. Рацион – это желание, желание его. То есть желание всего живого, да, будет исполнено. Потеях эт ядеха умас бия лаколь храцон. Один из вариантов перевода. Открываешь ты руку твою, руку свою, и насыщаешь всему живому желание его, так? Эта фраза входит в Беркат Амазон по нусаху Сефарад у хасидов и не входит в нусах Ашкиназ, но подразумевается. Она, честно говоря, была заимствована ашкиназскими евреями, когда они, ну, те, которые переходили на нусах Сефарад, вот, фраза была заимствована у седура нусах Эдот Амизрах. А изначально она, конечно, истилина, да. И, наконец, то, что называется хатима, то есть подведение итога благословению, да. Так строится благословение, что начинается оно с формулы барухата и заканчивается оно барухата. Да, но во втором случае уже нет, значит, не сказано, нет слова элукейну, нет слова мэллаха улам, да. Но зато очень кратко, да, подводится итог, да, к чему все сказанное, да, что мы говорили. Барухата Ашем, хазан эт аколь, питающий все. Теперь мы разобрали текст, да. Я надеюсь, что многие слова, которые, может быть, вами не были узнаны, все-таки теперь проясняется, что вы их знали, да. Просто, может быть, вы не узнавали их раньше. Теперь тот, кто может прочитать на иврите с пониманием, пусть читает с пониманием. Тот, кто прочитает на иврите, не понимая слов, пусть читает так. Кто не может этого сделать, пусть читает транслитерацию. Кому трудно читать транслитерацию, может читать и перевод. Перевод можно найти. Есть множество сайтов, где перевод Беркат Амазон, в частности, первого благословения. Указывается, что первое благословение было установлено Моисеем, когда Всевышний дал народу ман. Ман – это символ пропитания вообще. То есть, человек работает и совершенно резонно, что он получает зарплату, и если его труд востребованная зарплата высокая, и если он хорошо работает, он получает больше. Все это, в общем-то, логично, и может показаться, что именно благодаря тому, что он работает, он и получает пропитание. Но ман показывал нам, что это не всегда так. Ман дается, конечно, заслуживающим. Одним ман давался непосредственно в ходу в шатер, другим на территории стана, третьим за станом. Но Всевышний давал ман каждому, и все ощущали, что это не результат его трудов, его работы, а это от Всевышнего. Что происходит с нами и сейчас, как бы мы не думали иначе. Символом мана являются еще и две халы на каждой из трех трапез субботы. Поэтому халу кладут на дощечку, которая символизирует землю, покрывают сверху салфеткой, которая символизирует верхний слой росы, который выпадал сверху на ман, чтобы он не черствел. И по этой причине тот, кто произносит благословение, отрезает по кусочкам каждому, но не дает в руки и не бросает, а кладет на тарелку или кладет на скатерть. Потому что Всевышний не дает человеку пропитание прямо в руки. Человек должен что-то хотя бы сделать для того, чтобы получить это пропитание. Вот вам первое благословение «Беркат Амазон». Спасибо за внимание. Извините за небольшую техническую неувязку. Теперь у меня вопрос к присутствующему. Была польза от занятия. Что именно понравилось, что не понравилось? Есть ли какие-то пожелания? Разобрание. Вот. И если что-то вы хотите разобрать, какие-то тексты в ближайшем будущем, скажите. Вот «Беркат Амазон» первую часть мы разобрали. Можем двигаться дальше. А продолжение? Продолжение следует. Дай Бог, мы все живы. Можно вопрос по поводу этой молитвы? Конечно. Я просто из тех трех, которые третья, и только начинаю это все. Пару слов, если можно, для меня. Когда можно, когда нельзя и когда запрещено. Ну ладно. На самом деле это профанация, то, что я сейчас собираюсь сказать, потому что законы довольно сложны. Но вкратце так. Вот фраза, фраза, на которой базируется наше понимание, что мы должны благодарить Всевышнего за пищу, да, из книги «Ваикра», по-моему, в Торе, да, там сказано так. То есть ты поешь и насытишься и благословишь Всевышнего. Это значит, что по букве закона, если ты поел и насытился, ты должен Всевышнего благословить. И вот текст установлен этого благословения. Первое благословение – это на самом деле одно из четырех благословений «Беркат Амазон», но человек, который сказал хотя бы его, сделал несомненно гораздо принципиально больше, чем тот, кто не прочитал вообще ничего. Теперь, а в каком случае его читают? В случае, когда человек наелся, считается, что если человек поел с хлебом, он насытился. Даже если на самом деле это не совсем так, например, он был жутко голодный, съел сколько обычно, сколько насыщает обычного человека, или сколько насыщает обычно его конкретно, но тем не менее остался голоден, тем не менее он должен благословить. Если человек поел без хлеба, то согласно букве закона, согласно заповеди истории, он не обязан благословлять. Наши мудрецы установили другие тексты. Но все это можно прочитать в соответствующих сайтах на русском языке, в частности в интернете. Я ссылок не даю, потому что немножко надо поискать, но вы и сами с легкостью их найдете. Конкретно Беркат Амазон читают, если человек съел хлеба, определенное количество за определенное время. Я не даю определение хлеба, потому что не успею. Я не говорю, какое это количество, потому что... Ну, считается, что если человек съел кусок хлеба, сколько обычно, да, этого достаточно, да. И я не говорю, сколько времени ему дается, но имеется в виду, что если человек сидит перед телевизором, отщипывает крошку от, скажем, горбушки, крошку раз в 15 минут, съедает ее, допустим, под пиво, и таким образом за несколько часов за вечер съедает горбушку хлеба, да, это тоже не считается трапезой. Но то, что обычно мы называем приемом пищи, да, вполне укладывается в определение. Итак, если человек поел с хлебом, он читает Беркат Амазон. Вот практически все, что я могу сейчас сказать. Спасибо. То есть после еды, да? Да, после еды. Что делается до еды, вы все можете найти в интернете, в частности. Да. Спасибо. На здоровье. Так? Можно задать вопрос? Да, да. Шалом, спасибо огромное. На здоровье. Я не позже попала. Вопрос вообще совсем другой, так сказать, но все-таки интересно. Вот у меня Сидур Сфарап. И Алейну Лешабэх. Отсчитается. То есть у меня нет вставки. Шэ Миштахавим, Лехэваль, Ворик. Вот этот костюм. Ага, в некоторых вещах нет. Да, да. А потом, когда идет в Анахну. Кор им у Миштахавим. Вот именно. А в других вариантах идет просто в Анахну Миштахавим. Это, ну, Сахэдат Амизрах скорее Миштахавим, да. У них так читают, да. Почему такая разница? И вот эта вставка, почему нет? Я-то, конечно, ее себе записывала. Все-таки на этих слов я вроде бы знаю, да. В свое время был навек на евреев, что, читая это, они подразумевают основателя христианства. Потому что христиане считают, что его имя было Ешуа. А это созвучно слову Йошия, Элло Йошия, Бог, который не спасет, да. И, значит, цензура запретила эту фразу. Поэтому в некоторых молитвенниках и в некоторых общинах было решено не читать эту фразу, просто ее исключить. Ну, на смысл сама молитва это не повлияло. Других читают ее про себя. Вот теперь, поскольку уже все это в прошлом, да, многие сочли нужно, значит, восстановить эту фразу. Вот. А насчет вот второй фразы, я не знаю, разночтения какие-то обычные. Если вы будете сравнивать Нусах, Эдот, Амезрах, Сашкинас, вы найдете много отличий. И не всегда можно сказать, почему здесь решили так, а здесь решили эдак. Вот просто исторически сложились две общины со своими обычаями. Но читать можно любой вариант, да? Считается, что человек выбирает для себя Сидур. То есть он не может брать одну молитву из одного Сидура, а другую из другого Сидура. Вот. Потому что вроде бы в каждом Нусахе все это сбалансировано. То есть все есть, но в одном варианте это есть здесь, а в другом варианте это есть на другой странице. Может быть, вот так, да. Это такой Нусах еще раз, пожалуйста. Нусах – это вариант молитвы. Два главных Нусаха – это Нусах Ашкинас и Нусах Эдот Амезрах, первый для европейских евреев, традиционный, второй для восточных евреев. Но пришли хасиды где-то так семь-восемь поколений назад и все перепутали. Они, могу сказать, мы составили такой Нусах, я бы не сказал, что эклистический, но включающий в себя все. Тем не менее, поскольку величайшие умы и святые люди занимались составлением Сидура, мы не можем сказать, что здесь вот они взяли отсюда, а здесь взяли отсюда чисто случайно. Я приведу вам пример. В 80-е годы я молился по Сидуру издания Московской хоральной синагоги. История такова, что когда текст был подготовлен на территории всего Советского Союза, это были 70-е годы, наверное, не нашлось еврейского шрифта. Идишский был, а вот огласовок, которые нужны для илита, не было. И поэтому было решено просто сделать перепечатку из Сидуров. И за основу где-то был взят один Сидур, а где-то другой. К примеру, в субботней службе шахарит, утренней, ашкеназы читают Мезморшилы и Йомашаббат в конце службы, после Алейну. А хасиды, согласно фарад хасидский носах, читают после Амеда в шахарит, перед чтением Торы. Так вот, в этом Сидуре начало было взято отсюда, а продолжение отсюда, поэтому Мезморшилы и Йомашаббат не вошел ни сюда, ни сюда. К сожалению, вот такая вот путаница произошла. Так вот, чтобы такого не происходило, те святые люди, которые составляли Сидуры, как Нусах Ашкеназ, исторически обоснованный, и Нусах Эдотам Изра, так и Нусах Хасидский, который называется Нусах Сфарад. Он не для Сфарадима, он для ашкеназов, но по хасидскому обычаю. Они очень внимательно к этому подходили, и есть выверенные варианты, которыми, конечно, тоже можно пользоваться. Ну вот, вкратце так. То есть, простите, то есть Нусах Сфарад, Коль Яков, это также для ашкеназин? Я не помню, что такое Коль Яков, посмотрите, что у вас написано. Если написано Нусах Сфарад, это для ашкеназин. Если написано Нусах Сфарадим Эдот Ве Эдот Хамизрах, это... Не-не-не, Нусах Сфарад. По-моему, я помню Коль Яков. Коль Яков, да, у тебя, длинненький. Помил, все просим. Спасибо, буду рад, если вы будете приходить на наши занятия и привлечете людей, которым это могло быть интересно и полезно. Вот, всегда, всегда, всегда рад новым лицам. Спасибо большое. До здоровья, счастливо, до встречи. Окей, всем спасибо, пока.